Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня, среда, и за богослужением читается Евангелие от Матфея с 35 стиха 14 главы по 11 стих 15 главы. Послушаем это евангельское зачало на церковно-славянском языке. Во время он, опознавший Иисуса, мужа и земли Генесаревский, пославшего всю страну ту и принесоша к нему вся болящая, и моляху Его до токмы прикоснуться в скрилю и ризы Его, и лице прикоснувшись о спасении быша. Тогда приступише ко Иисусове иже от Иерусалима книжницы и фарисеи глаголюще. Почто ученицы твои приступают к преданию старец, не умывают бурук своих, егда хлеб едят. Он же, отвечав рече им, почто и вы приступайте заповедь Божию за предание ваше. Бог, Бог, заповеда глаголя, чте отца и матерь, и иже слословит отца или матерь смертью да умрет. Вы же глаголите, иже ащеречет отцу или матери, дар им же бы от меня пользовался и си. И да не почтит отца своего или матери своей я, и разористи заповедь Божию за предание ваше. Лицемерие добре пророчество о вас Исайя глаголя, приближаются мне люди и сии усты своими, и устнами чтут мя, сердце же их далече отстоит от меня. Суи же чтут мя учащие учением, заповедям человеческим, и призвав народы речеем, слышите и разумейте, не входящие во уста сквернит человека, но исходящие из ауст, то сквернит человека. А вот как этот отрывок звучит в русском синодальном переводе. Жители того места, узнав его, послали во всю окрестность ту и принесли к нему всех больных, и просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались, исцелялись. Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят, «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?» Он же сказал им в ответ, «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал, почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери, дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, то может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исайя, говоря, «Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня учением заповедям человеческим». И призвав, народ сказал им, «Слушайте и разумейте, не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека». После многочисленных знамений и исцелений, совершенных Господом в Венесаретской земле, иерусалимские книжники и фарисеи, возобновляя прежнее осуждение учеников Спасителя, приступили ко Христу с вопросом, «Зачем ученики твои приступают предания старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб». Видя великую веру народа, книжники и фарисеи старались уменьшить ее. И так как в самом Христе они ничего не могли порицать, то стали обвинять учеников в нарушении человеческого предписания, так как не есть прежде омовения рук, повелевал не божественный закон, а народные старцы. Борис Ильич Гладков замечает, что книжники и фарисеи уверяли народ, что Моисею на горе Синай даны два закона, из которых один записан им, а другой устно передан народу, потом преемственно передавался следующим поколениям и известен под названием предания старцев. Вот на эти-то предания книжники и фарисеи опирались всегда, когда им было выгодно нарушать закон, данный Богом через Моисея. По правилам фарисейского благочестия перед принятием пищи и после него непременно нужно было мыть руки. Соблюдение этих правил считалось настолько важным, что нарушивший их подвергался Синодрионам наказанию вплоть до отлучения. В ответ на обвинение фарисеев Господь задает вопрос, «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего?» Этими словами Спаситель прямо указывает на то, что фарисеи во имя своего предания нарушают заповедь о почитании родителей. Предание это гласило, «Если кто скажет отцу или матери, дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою». Святитель Иоанн Златоуст поясняет, «Если кто из родителей говорил сыну, дай мне эту овцу, которую ты имеешь, или тельца, или иное что, то им отвечали, то, чем ты желаешь от меня пользоваться, я отдаю в дар Богу, и ты не можешь получить этого». Отсюда происходило двоякое зло, и Богу не приносили, и родителей под предлогом приношения Богу лишали дара. Таким образом, дети могли отказать в материальной поддержке родителям, объявив свое имущество посвященным Богу, продолжая при этом и дальше пользоваться своим имуществом, платя небольшой выкуп в сокровищницу храма. Но за это они считали себя свободными от всяких общественных повинностей, даже от обязанностей заботиться о своих родителях, отказывая им в самом необходимом для их жизни и пропитании. Утверждая, что фарисеи создают только видимость почитания Бога, Господь относит к ним пророчество Исаии. «Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня». Обратившись затем ко всему народу, Господь добавляет в обличение фарисеев. «Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека». Архиепископа Верки Таушев пишет, «Однако совершенно неосновательно полагают сектанты и другие противники постов, будто эти слова Господа направлены против соблюдения постов, установленных Святой Церковью. Постимся мы не потому, что боимся осквернить себя с коромной пищей, а ради того, чтобы было легче бороться с другими своими греховными страстями, чтобы побороть свою чувственность, приучить себя к пересечению воли через послушание к установлениям Святой Церкви. Мы же, дорогие братья и сестры, получаемые Священным Писанием, будем стремиться к чистоте душевной. Ведь главное для нас любовь к Богу и людям, а через это и послушание и установление Святой Церкви. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа, благослови, неси, Господи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok